Во времена Холодной войны Америка тратила на оборону не менее 5% ВВП, и это говорит нам о том, что стоит готовиться к очень серьезному уровню выпуска долга в следующие 10 лет. В среднем долг будет расти на 2 триллиона долларов в год. Всем привет, ребята, меня зовут Богатий Ищиди, и добро пожаловать в новое видео. Цена биткоина с минимума в ноябре 2021 года выросла почти на 100%. И сегодня главный вопрос, а что же дальше, что дальше для биткоина? Прежде всего, это не финансовый совет. Сегодня мы разберем мысли нескольких крупных инвесторов, и они весьма, весьма интересны, и тебе стоит их услышать. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Так ты поддержишь мой канал, а мне дашь мотивацию для создания новых видео. Большое спасибо за твою поддержку. Хешрейт биткоина находится на рекордно высоком уровне. Такого не было за всю историю биткоина. Это очень хороший фундаментальный показатель. Также мы знаем, что регулятор, если так можно выразиться, потеплел к индустрии криптовалют. Это BlackRock, Международный валютный фонд и даже SEC. Все они начали высказываться по отношению к криптовалюте как-то иначе. Если BlackRock вдруг подал заявку на создание биткоин-ETF, а причем не фьючерсного, а с физической поставкой биткоина, то это что-то дозначит. Ну разве мы можем недооценивать это? BlackRock это огромная организация. Кстати, посмотри на этот график. Он тоже повлияет на цену биткоина в будущем. После третьего халвинга предложение монет биткоина, доступные для торговли, постоянно уменьшается. Что же будет после четвертого? Но гораздо более важным фактором, кроме кэшрейта и предложения, является ликвидность. Об этом вообще почему-то никто не говорит о глобальной ликвидности. А именно она имеет значение. Если ликвидность вливается в рынки, они растут. Если же ликвидность из рынка выводят, то рынки падают. С 2022 года ФРС США только и делает, что выводит ликвидность с рынков. В недавнем эпизоде программы Forward Guidance, замечательный макроэксперт Майкл Хаул из CrossBorder Capital рассказал кое-что действительно интересное. Итак, вкратце. Ликвидность имеет значение. Для инвесторов это самое важное. Это то, зачем нужно следить, если ты инвестируешь в рынки. Причина роста рынка явно связана с увеличением ликвидности. Это ключевой фактор. Что такое ликвидность? Позвольте мне начать с того, чем она не является. Это не показатель процентных ставок. Это не обычная денежная масса. С точки зрения именно нашего определения, которое мы определили еще тогда, когда я работал в Solomon Brothers более 20 лет назад, ликвидность отслеживает денежные потоки на мировых финансовых рынках. То есть, это денежные средства и кредиты, которые доступны для покупки или инвестирования в активы. И это ключевой показатель, который определяет цены на активы. Я думаю, что ответ заключается в том, что мы находимся в цикле подъема ликвидности. Этот цикл повышения ликвидности не будет прямой линией. Но следующий пик, вероятно, будет в 2026 году. И мы говорим о том, что после того, как инвесторы пострадали от неблагоприятных факторов, от которых они страдали в течение последних 18 месяцев, когда ликвидность выводилась из рынков, сейчас они начинают ловить попутный ветер. И этот попутный ветер должен продлиться 2-3 года, если мы правы. Это ралли. Этот подъем еще далеко не закончен. Но это совершенно не означает, что у нас не будет неприятных откатов, коррекций, обвалов и крахов. Все это возможно, особенно в криптовалюте. Биткоин может ходить в любую сторону максимально резко и масштабно. Но в прямой цитате Майкла Хауэлла говорится, что политика QE возвращается это большое время. Центральные банки потратили большую часть последних нескольких месяцев на спасение банков. В ближайшие несколько лет они собираются потратить большую часть времени уже на спасение правительств. Существует угроза, как я уже отмечал, что Центральный банк должен вернуться к политике QE еще в большем объеме, чтобы восстановить государственные и фискальные финансы. И это еще одна вещь, о которой вы должны начать думать. Другими словами, мы вступаем в новую эру. Кризис ковида был переломным во многих отношениях. Но он был переломным с точки зрения политического решения о том, как именно правительственные расходы были профинансированы. Они не финансировались за счет повышения налогов, как это обычно бывает. Они были полностью профинансированы за счет выпуска долговых обязательств. И Центральные банки взяли на себя эти долговые обязательства. Майкл говорит нам о том, что возросшие расходы были не потому, что правительства получили больше денег от налогов, как это обычно делают, а потому что вместо этого они напечатали огромное количество денег и увеличили долг. Майкл говорит, что в будущем мы увидим повторение этого, но уже не из-за ковида, а из-за других областей государственных расходов. Расходы финансировались исключительно за счет выпуска долговых обязательств. А Центральные банки брали эти обязательства на себя. Сегодня нас ожидает похожая проблема, потому что у нас есть еще одна большая программа расходов, которая вызвана двумя факторами. Первая – стареющая демография, которая заставляет увеличивать обязательные программы расходов. А также у нас есть оборонный законопроект, который нужно как-то финансировать. И если мы посмотрим на прогнозы бюджета Конгресса, то можно увидеть интересные намеки. Во временах Холодной войны Америка тратила на оборону не менее 5% ВВП. И это говорит нам о том, что стоит готовиться к очень серьезному уровню выпуска долга в следующие 10 лет. В среднем долг будет расти на 2 триллиона долларов в год. И Федеральной резервной системе, скорее всего, придется принять на себя значительную долю этого выпуска долговых обязательств. Другими словами, баланс ФРС начнет увеличиваться. И хотя тезис Майкла Хауэлла заключается в том, что ФРС будет вынужден опечатать намного больше денег, чтобы финансировать как минимум эту оборонную программу, Я считаю, что еще большим катализатором может стать не только американская, но и глобальная ликвидность. Особенно ликвидность на Востоке. Так, например, Майкл Хауэлл подчеркнул, что ликвидность Народного банка Китая начала расти, а за ней в целом начнет расти и ликвидность других азиатских центральных банков. Она будет расти, потому что другие центральные банки будут добавлять ликвидность. И мы еще не говорили о Китае, но Китай сильно нуждается в том, чтобы подстегнуть свою экономику. В начале года у них уже была одна попытка, и они собираются сделать это снова. Им придется это сделать. В этом нет никаких сомнений, просто потому, что вы не можете поддерживать экономику, даже китайскую экономику, если у вас 20% безработица среди молодого населения. Им придется стимулировать этот рост. И я уверен, что это произойдет. Мы получили первые намеки на это в последние несколько дней. Кроме этого, происходит крупное перемещение капитала на азиатские рынки. Это еще один фактор, который ведет нас к трансграничным потокам капитала. Эти трансграничные потоки в Азию будут монетизированы центральными банками. Этот сдвиг капитала очевиден. Просто посмотрите на японский фондовый рынок. Он растет. У нас есть индикаторы ликвидности, которые показывают движение ликвидности в Японию. И я могу дать вам ссылку на наше исследование. На странице 17 показан японский цикл ликвидности и индекс Nikkei 225. Это все показывает, почему японский рынок идет вверх. И если вы верите, что ликвидность в Японии будет продолжать расти, то рынок должен расти очень хорошо. Вы знаете, Уоррен Баффет сделал блестящий выбор, переведя часть своих средств в Японию, поймав рынок на дне. И вы знаете, что другие рынки начнут делать то же самое. И поэтому мы должны начать думать о том, каким будет эффект от этих перемещений капитала. Друзья, я не финансовый советчик и не могу предвидеть будущее. Поэтому не нужно воспринимать мои слова как руководство к действию. Лучше проводи свое собственное исследование. Но мне было очень интересно послушать интервью Майкла. Да, его интервью было очень длинным, но я показал тебе то, что тебе нужно знать. И знаешь, что интересно? Биткоин на Coinbase торговался с премией по сравнению с другими биржами. После того, как BlackRock подал заявку на запуск спотового Bitcoin ETF. Почему? Потому что, скорее всего, это американские состоятельные частные лица и хедж-фонды заходят в Bitcoin через Coinbase в ожидании запуска этого ETF. Видимо, они считают, что после запуска Bitcoin ETF, Bitcoin переживет институциональную волну капитала. Биткоин – это цифровое золото. Он занимает его место после того, как золото сидело на нем около 5000 лет. В мире есть только одни деньги – это золото. Национальные валюты же – это просто актив. Золото играет роль денег. Золото – это базовый слой валюты. Оно выполняло эту роль тысячи лет. Валюта, обеспеченная долговыми обязательствами, созданная правительствами для облегчения торговли, раньше строилась поверх золота. И на протяжении 5000 лет золото хорошо справлялось с этой задачей. Но золото не портативно и неделимо. Биткоин теперь играет эту роль в качестве базового слоя для денег. И на нем будет строиться будущее финансов. Что ж, я с этим согласен. Если видео было интересным, не забудь поставить лайк. Я очень стараюсь выпускать видеоролики ежедневно, хоть это и непросто, но я делаю это потому, что ты смотришь и комментируешь и ставишь лайки. Я могу работать на этом канале только благодаря тебе. И поэтому я, как всегда, благодарен каждому, кто посмотрел это видео. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok